Здравствуйте, дорогая публика! Я вот вчера делал стрим под названием «Завтра я иду на книжную ярмарку». Вот я на книжной ярмарке, мы тут накупили книг, и сейчас вам Елена Борисовна сделает, как это называется, распаковку, да, распаковку книг. Вот один мальчик в интернете делал распаковку того, что бабушка приносила из универсама, да, вот он там работает, это колбаса, а это вот хлеб, вот. А тут у нас, вот он, духовная пища сейчас будет. Ну, вперед, представляю слово Елене Борисовне, прошу! Добрый день, мы пришли сегодня на Nonfiction, он прям в этот раз практически в стык-стык идет к Новому году, он в декабре проходит, и это такое прям замечательное время, чтобы скупить всяческие книги. И мы с Борисом Сергеевичем разжились несколькими томами разной литературы, естественно, не художественные. Ну, начнем, наверное, с трехтомника Александра Янова, свежеизданного. Значит, это книги, посвященные России, это такой известный историк, политолог, политический мыслитель, и его основная идея о том, что Россия, он спорит с идеей Карамзина, что Россия не всегда была самодержавной, что в России не характерен, возможно, тоталитарный способ правления, ну, такой, знаете, вот парадигма, там, потом, которая, может быть, на Сталина шла, вот, но, в общем, это такой трехтомник, мы его хватили в два раза дешевле, чем в магазине, чем мы очень довольны. Из этой же издательства у нас есть книжка в России 20 века Рафаила Ганелина, это такой недавно, значит, умерший историк, член Академии наук, Российской Академии наук, это сборник его статей, он вообще ученый-американист, у него довольно много интересных книг, ну, например, там, «Великий князь Михаил Александрович Николай II», «После Распутина», «Материалы по истории Февральской революции в архиве Колумбийского университета», «Ученые власть, протесты судьбы», «Сталин и советская историография», «Ученые-гуманитарии, жертвы борьбы с космополитизмом», то есть это сборниковая статей, кстати, видимо, изданная издательством новых хронограф, достаточно в 2014 году, видимо, перезаваться больше не будет, книжка хорошая, очень, ну, в общем-то, он достаточно легко пишет, даже для академической среды, то есть, его легко читать. Следующая книга, здесь она будет у нас Эдвард Бенфилд, «Моральные основы тоталитарного общества», это как в городе на юге Италии, как некоторым обществам берется неспособность людей объединяться, то есть в чем как бы фишка? Именно тоталитарное общество, есть такая новая теория, что вот, например, есть у Хан и Арендт идея, что, вы знаете, там люди, они так сходят с ума, и хотят все объединиться, и там пойти кому-нибудь голову отвинтить, а есть новая теория, которая полагает, что люди очень сильно боятся тоталитарных обществ, они не любят, не могут объединиться, то есть не могут создать, так называемое, гражданского общества, и поэтому они вот как раз и получаются вот такие проблемные места, там, типа нацистской Германии, например. Дальше. Купила я книгу, это моя, так сказать, покупка, Эммануэль Фай, «Хайдеггер. Введение нацизма в философию». Это дознательский дом дела. Чем это хороша эта книга? Несколько раз на русском языке выходило несколько работ, где показывалось, что, по-моему, итальянская какой-то, значит, дамы, что Хайдеггер был пусечкой и котик, что никаких он там, значит, проблем не имел, и что на него наговаривают, что он был каким-то плохим и нехорошим человеком, вот, ну и оказывается, что нет, что Хайдеггер таким не был. Здесь исследуются его лекции, которые он читал с 1933 года, и как эти лекции были встроены в тогдашнюю нацистскую идеологему, вот, и, в общем, ну, достаточно хороший труд. Так, что следующее у нас с вами есть? А, ну, вот у нас здесь целый набор. Это четыре тома нового литературного обозрения, так называемые гендерные исследования, да, которые издаются. Ну, первая, это новая книжка «Одержимые». Это «Женщины, ведьмы и демоны в царской России», то есть это «Проблемы одерживности бесами». Ну, кстати, все в основном это книги издаются в основном русскими исследовательницами, которые живут за рубежом, либо словистками. Вот, то есть «Про одержимость бесами» книга. Книга-сборник статей «Гендер русской культуры» в 1890-1930-х годах. Это как раз время преобразований. Это набор статей, то есть это трансформация, например, женских и мужских образов в родине искусства, которые происходили. Только между женщинами философия сообщества в русском советском сознании. Ну, здесь тоже идея, как во времена того периода были сконструированы разнообразные утопические модели социализма. Например, там роман «Что делать?», какой там был сон-то, я не помню, уже ли мы сейчас. Веры Павловны. Веры Павловны, да. И это как, например, дружба изображалась в русской мысли, в том числе и женская дружба. Ну, посмотрим. И «Пути и перепути. Тупики русской женской литературы». Это Ирина Савкина, кандидат философских наук, занимала этот сборник ее стадей, которая на протяжении почти 20 лет она издавала так называемую женскую литературу, то есть романы и произведения, написанные женщинами. И, кстати, надо сказать, что Савкина одна из первых вообще стала заниматься в русской иночном пространстве феноменом женского искусства. Это очень интересно. Дальше. Книжку мы купили в музее, в стенде музея истории ГУЛАГа. Я очень призываю вас поддержать этот музей. Книжку это, значит, Антонов Овсеенко. Овсеенко. Овсеенко, простите, да, который у нас, значит, известный автор разнообразных трудов, в том числе и о Сталине. И еще он арестовал временное правительство, именно он. Да, и его жена преподавала у моей бабушки общество знания. Вот, в школе. Так, они были в Сынке. Дальше. Ну, кстати, тоже Дмитрий, это из отец Европейского университета. Тоже такая сейчас ныне популярная книга, уже, по-моему, второе переиздание. Почему Россия отстала, Дмитрий Травин. Это, как я понимаю, он берет некие вещи и сравнивает разнообразные философские парадигмы, как они связаны с Россией, то есть, там, осознавание того самого другого тела короля. Это такая классическая история. Вот, ну, то есть, например, как в Средних веках было в Европе, как у нас, что некая база неравенства, которая есть, они исходят не из того, что у нас здесь как-то плохо, а из того, что у нас, видимо, не прошло нормального Средневековья, которое было в Европе, которое, я предполагаю, потому что мы только его полистали. Ну, и опять же, он дает какие-то там советы. Так, ну, из Веселого. Аманда Мантел. Сила культа. Что делать человеку фанатиком и как этого избежать? На английском языке это называлось словом «Cultish». Свежая книга 2021 года. Исследование лингвиста о том, как культы, в том числе религиозные и экономические, используют силу языка, языковых структур лингвистических, и вы попадаете таким образом в разнообразные структуры, в которых вы, возможно, не хотели бы оказаться. Так, три книжки, купленные Борисом Сергеевичем. Это серия нового литературного обозрения и книжка «История Россика. Дай Бог здоровья». Эта серия. Значит, «Империя нации. Франсин Хирш. Этнографическое знание о формировании Советского Союза». Эта книжка 2005 года, то есть это «История советской национальной политики», как она проявлялась. Ничего больше подробнее пока сказать не могу. Знаю, что вообще, в принципе, вот чем хороши эти издательства, эти книги, ну, для меня, что помимо хорошей бумаги, здесь обширные ссылки на академические источники. То есть работа в архивах, и это достойные книжки, а не просто потому что, ну, так на каждой практически странице, не потому что так моя левая пятка сказала. И, как видите, огромная библиография. Следующая книжка Елена Асокина «За фасадом сталинского изобилия. Распределение рынок, снабжение и население в годы индустриализации» 27-41 год. Ну, это как раз история парадокса полупустых холодильников, история про развенчание мифа о том, что, знаете, в Советском Союзе все было, аж колбаса со столов падала, как в кубанских казаках была замечательная книжка. И это как раз книга написана на закрытых материалах. НКВД и КПУ по как раз истории, ну, там, всяких дел, экономических реформ. Вот здесь, например, картинки обширно представлены, да, вот, пожалуйста, в Смоленской площади, да, вот, Торксин, да, вот. Ну, опять же, здесь мы видим тоже историю часто... Ну, я там масло покупал. Да, то есть здесь регулирование государственного снабжения, зарплаты, сколько сахара, как что-то поставлялось, полезная книжка. Так, корпорация самозванцев, Олег Хлевнюк, теневая экономика и коррупция в Сталинской СССР. Есть такая история, о которой люди думают, что вообще при Сталине был порядок. История экономики при Сталине, ну, так, по крайней мере, мне объясняли в университете, является в истории Советского Союза одной из самых коррупционных. То есть уровень коррупции там достигал колоссальных объемов. И вот этот вот товарищ как раз, ну, показывал о том, что как хорошо перелили все эти деньги в пятилетку за три года. Вот, а этот Хлевнюк, доктор исторических наук, он сотрудник Института советской и постсоветской истории. И он как раз пишет, например, ну, как там вообще там люди выпивали, как они работали, как строили все эти дороги, как проводились эти пятилетки, и насколько они были успешны и, главное, экономически выгодны. Потому что недавно я слушала в одном Ютубе, по-моему, это сообщество Дилетант Медиа, они проводили как раз, почему сталинская экономика все-таки была неэффективна. Потому что у многих людей есть какая-то ситуация, что, ах, вот сталинская экономика была очень эффективна. Дальше у нас с вами Сергей Плохих или Плохих, Чернобыль, история ядерной катастрофы. Это Борис Сергеевич купил. Ну, пока не знаю, ведь мы еще, она еще в пластике, но надеемся, что книжка хорошая. Дальше книжка Максима Трудолюбова «Люди за забором власти, собственности, частное пространство в России» издательство «Инлиберти». Здесь история про вопрос, да, то есть есть ли вообще в Советском Союзе частная собственность, как дело было в квартире и как вот вся эта история с квартирами, с отсутствием частной собственности, защищение права на собственный дом повлияло на современную Россию. А книжка невероятная, отличная, большая Владислава Аксенова «Слухи, образы и эмоции. Массовое настроение россиян в годы войны и эволюции 14-18 года». Это колоссальный труд, это огромная монография. Он показывает, как меняется кризис батриотических настроений. На самом деле, кстати, самая восторженная война, которую воспринимала Российская империя, это была русско-японская война, там больше всего была, так сказать, патриотическая истерика. Но как вот эта Первая мировая война воспринимается патриотично, и как он даже показывает, какой коэффициент, например, упоминаний внешнего врага и внутреннего меняется с годами, как это меняется, и как вся эта история наполняется совсем другим смыслом, как используется, например, история подростковых самоубийств, да, и той, и другой стороной в пропагандистской истории. Это очень хорошая книжка. Ну, в общем, я думаю, что новое литературное обозрение идет. Когда мы ее покупали, Лена мне говорит, зачем тебе? Да тебе же все бабушка это рассказывала. Ну, говорю, так много-то она мне не рассказывала. И Борис Сергеевич купил себе книжку «Техника молодежи». Журнальчик. Это первая моя покупочка. Тут про авианосцы. Ну, вот я ее так вот взял. Ну, вот такая у нас история сегодня, такие покупки. Наверное, надо дать слово Борису Сергеевичу. Ну, вот посетили мы книжную ярмарку. Говорят, это последняя ярмарка, на которую можно достать такие книги. Книги такие антисоветского содержания. Они попадут у меня на полочку антисоветской литературы. И там, в основном, на полочке антисоветской литературы сугубо советские книги. Потому что там они пишут, как все хорошо и замечательно. И там сразу бросается в глаза при нормальном восприятии, что это вранье, это вранье, это вранье. Это как я недавно беседовал по Зуму с одним отставным полковником. Он рассказывал, что в Советском Союзе крестьянам паспорта не давали из-за недостатка полиграфической промышленности. Ну, то есть, врал откровенно, да? Ну, когда вот понимаешь, что вот все просоветское, это оказывается враньем. Как хорошо на свете жить вранье, да? Помните, в 37-м году такая песня была, символ 37-го года сейчас часто используется легко. Как оно сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села, и любит песню больших городов. Ну вот, книги вот люблю я, по крайней мере. И кошки моих любят, всегда обнюхивают, когда я приношу, показываю. Вот. Недавно я выступал в Московском энергетическом институте. Там меня потом отдельно взяли интервью про моих кошек. Кто чего, описали, все рассказали. Про все проблемы, с которыми встречался, пищеварение проблемами, которым встречался тиграша или лившиц. Это мои котята так зовут. Все на улице найдены. Ну вот и все, наверное, да, на сегодня хватит. Я вам рассказал, оперативно отреагировали мы. Еще мы забыли бестселлер этого года, книжку британского историка Николаса Старгарта «Мобилизованная нация Германии в 1939-1945 году». То есть эта книжка посвящена и экономике, но в большей степени она посвящена слухам, мыслям, взглядам людей того времени. И как вот нацию немецкую, германскую охватила вот это странное безумие. Бестселлер этого года, вот дождались мы переиздания и купили ее. Отличная книга. Это я на эту тему помню немецкий анекдот времен войны про глобус. Рассказать? Да, расскажи. Это значит дом пастора. Давай, сними меня раз за анекдот. Дом какого-то пастора. Там работает девушка такая простая, немецкая. И вытирает пыль. И тогда вытирает пыль с глобуса. А что это такое? Это глобус, это вся земля тут изображена. Ой, говорит девушка, покажите мне Россию. Там мой Ганс, там сейчас вот жених воюет. Ну, показывает. О, говорит, большая страна. А покажите мне Китай. О, тоже великая страна. А покажите мне Америку. Большая страна. Ну, а теперь покажите мне нашу великую Германию. Вот тут. А у фюрера есть глобус? Мрашивает она. Вот такой вот анекдотист политический. Вот. Ну вот, спасибо. Надо вспомнить и про оборотную сторону любого процесса, любой жизни. Мы потратились. И ждем от вас поддержку. У меня есть внизу реквизиты, все по которым можете поддержать мои покупки книжные. Спасибо вам большое. Всех вам благ. Удачи. До свидания.